приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзигет и сегодня давайте вспомним святую равноапостольную ольгу просветительницу ну хотя может быть это некоторые ставят под сомнение но все же именно просветительницу древней руси и вот есть некоторые очевидные вещи которые мы почему-то плохо замечаем святая ольга это первая христианская правительница нашей родины святой руси ольга она первая вообще русская святая женщина то есть получается так что если вот мы посмотрим в глубь веков то у нас именно вот женщина так сказать полагает начало и но не надо думать что женщины они спасение играют мало участия если женщины не будут рожать детей то тогда кого вообще спасать если женщины не будут своим детям прививать благочестие с ранних самых первых дней так сказать со своим материнским молоком не питать благочестием детей то как тогда спасать людей то есть женщины они тоже имеют пред богом свое особое служение и вот именно ольга именно ее пример повлиял на князя владимира если бы не было святой ольги то и владимир не стал бы таким вот святым как мы его знаем именно ее пример повлиял на владимира на внука ее и вот ольга это пример удивительной жизни конечно сквозь такую пелену разных легенд сказаний мы не всегда можем докопать достоверных сведений но кое-что мы непременно должны сказать потому что это нам известно и ее имя вот как она предстает ольга на самом деле имя хельга была она скандинавская и видимо в роду были скандинавы варяги есть конечно такие вот сведения допустим из акимовской летописи что первое ее имя было прекраса славянское красивое очень имя но когда она выходит замуж за игоря то уже принимает вот это вот имя хельга но это такие вот домыслы мы также знаем что родилась она в селении выбуты на реке великой а не так далеко это от псковских земель и помните вот это древнее сказание о том как она находилась на переправе через реку великую а князь игорь охотился в тех краях а вот он захотел переправиться на другую сторону в лодке думал что там вот юноша сидит а уже на как оказавшись в лодке увидел что эта девушка и она настолько ему понравилось что он задумал ее соблазнить тут же но насколько она была красива настолько же целомудрена и умна и она сказала что лучше броситься в воды и погибнет в них нежели даст осквернить себя и вот такой достойный отпор он настолько понравился игорю что через год именно к ней он послал сватов чтобы ее взять в жены себе есть конечно такие чисто научные объяснения что видимо ольга она была дочерью такого высокопоставленного чиновника или дружинника который заведовал переправы на вот в этих местах потому что через реку великую там было такое пересечение путей вот водный путь по самой реке и сухопутный путь эта дорога знаменитая из варяг в греки и соответственно эти пересечения эти вот места нужно было контролировать и поэтому родители были в каком-то смысле высокопоставленные но так или иначе вот она становится именно супругой князя игоря того самого игоря который и много конечно воевал да и ходил даже несколько раз на византию дань получал от константинополя но это тот самый игорь который неудачно пытался взять дань вторично взять дань с поселяния древлян и мы знаем чем это закончилось что вначале вот он собрал вот эту вот дань а потом почему-то решил с малой дружиной вернуться взять вторую дань по-разному объясняют может быть потому что надо было хазаром слишком много платить может там еще чего но во всяком случае когда он вернулся то его убили древляне летописи доносит до нас такие слова произнесенные то ли старцами то ли их князем малым который говорит что повадится волк овцам ходить все стадо перетаскает и вот так князь игорь погибает а после этого мы знаем конечно такие вот полулегендарные повествования о том как ольга наказывает древлян как вначале вроде бы они посылают мне мирные посольства а посольство почему потому что ей предложили стать супругой князя мало и таким образом получалось что именно древлянский князь мал он возрастает становится выше киевского князя и если он вступает в брак он как бы тоже себе эти земли прибирает и вот это вот посольство для того чтобы сватывать с к ней ну и там всякие вот эти вот странные и страшные описания как она хитростью казнит то одно посольство что этих на ладье принесли во двор кинули там в яму закада закидали камнями заживо похоронили второе посольство пришли их пригласили в баню попариться ну и там всех сожгли как говорится без лишних церемоний то потом она едет к ним со своей дружины вроде бы справить тризну по игорю своим воинам говорит вы там особо не пейте а тех угощает и когда те опенели то тоже их всех перерезали потом четвертая казнь то есть никак не могли остановиться там 1 2 3 4 на самом деле здесь очень много такого легендарного не надо думать что хан мал был настолько там уж бестолков что одно за другим посольство направлять и что не могли древляне догадаться что если вот одно посольство закончилось гибелью то остальные напрасны но эти сказания они передают что это однозначно то что ольга действительно мстила и мстила она достаточно жестоко и город из коротки вот этот главный город древлян он действительно был разорен а почему она так поступала да потому что она была язычница и потому что уважение в лице языческой дружины можно было заслужить только вот такими решительными жестокими и в каком-то смысле бесчеловечными мерами таков был языческий мир и в этом смысле вот всякий раз когда мы видим что допустим а великий грешник он становится великим святым и полностью преображается этот всякий раз подчеркивает силу благодати христовой силу благодати святого духа ибо господь любого человека может от глубин греха до от самых низин вот эти жестокости возвести к евангельском евангельскому совершенству любви и милосердия и конечно если брать исторические реалии то ольги было достаточно трудно в каких-то случаях ведь когда умирал князь или погибал то вместе с ним на тот свет должны были отправить его собственную жену и поэтому ольги тоже грозила вот это вот участь когда погиб ее супруг игорь в том жестоком языческом мире удержаться у власти было практически невозможно если проявлять только там вот мягкость какую-то слабость и ольга она действительно отличалась удивительной рассудительностью силой ума и мудростью то что впоследствии как раз вспоминал князь владимир что она была мудрее всех жен и может быть благодаря этому она как раз и удержалась но вот это вот постоянная борьба до постоянные какие-то вот склоки видимо заставили ее задуматься вообще о смысле происходящего и в какой-то момент ольга она принимает именно христианскую веру это не было чисто политическим шагом потому что ольга не пыталась активного так вот как с неким таким политическим усилием насаждать христианскую веру среди своих подданных вот она принимает сама по своему глубокому искреннему сердечному чувству христианскую веру она старается привить ну сыну святославу оказалось невозможно опять-таки она не заставляет она пытается просто вот свидетельствовать о вере но святослав что говорил что если я приму христианство то надо мной будет смеяться дружина то есть что же это за вера такая если там нужно подставлять щеку да там уступать смиряться ему казалось это смешным но более смешна была его конечная участь хотя наверное смеяться там было нечего все взявшие меч в конечном итоге от меча падают а вот ольга как и князь владимир которые приняли христианскую веру они сподобились благословение божие и господь продлевал их дни и вот ольга она свидетельствует о вере но не заставляет креститься она проповедует и кто-то из ее слуг приближенных принимает христианскую веру но она не проводит решительных таких вот реформ по христианизации русских земель сама она правила самостоятельного так вот лет 15 считается с 945 по 960 года потому что когда князь игорь погиб то святославу было около трех лет он был маленький и при нем вот именно ольга пока тот возрастал она принимает решение по управлению народом и были поездки в константинополь и считается что видимо именно там в городе константинополь и она и приняла христиан приняла крещение то есть заранее расположившись к самой вере через чью-то может быть проповедь мы знаем что к с ней вместе приезжал в константинополь священник григорий конечно есть такое вот сказание о том что византийский император он настолько был покорен красотой ольги что предложил ей супружество и а ольга не хотела и вот он настаивает тогда она говорит что ну как же я смогу выйти за тебя замуж если я язычница вот надо мне креститься и он тут же согласился да давай вот совершим крещение а поскольку получается так что это ведь правительница да и он правитель то он по статусу становится как бы восприемником то есть крестным отцом и вот когда совершается крещение то он вроде бы вновь пытается предложить и супружества она говорит но ты же ведь крестный отец и по церковным канонам уже запрещается нам вступать в христианский брак поэтому вот ничего не получится и он тут произносит в летописи написано переклюкала меняясь и ольга то есть перехитрила меня ты ольга но конечно во многом это легендарно почему потому что константин багрянародный он был человеком очень образованным кроме того он на тот момент был женат у него были дети конечно же вступать в брак он никак не мог но есть при этом одно но вот ученые спорят в какой именно приезд константинополь она могла креститься дело в том что если она посещала константинополь не в девятьсот пятьдесят седьмом году вот как считается при константине багрянародным а если она посетила константинополь сразу после гибели князя игоря девятьсот сорок четвертый девятьсот сорок пятые года потому что нужно было устанавливать много связей то есть вот она правительницы с константинополем недавно был договор и тут получается она новый правитель нужно подтвердить договор вот тогда да она приезжала и там другой был император роман первый лакопин который уже был вдовец к этому времени он не был настолько образован и он сам был заинтересован в том чтобы укреплять свое положение то есть если бы он вступил в брак с ней то тогда бы к нему отходили еще вот русские территории но ольга не могла на это пойти потому что вот этот император роман лакопин он был человеком в общем то ну отчасти в чем-то подловато вел себя он происходил из армянских крестьян и у отца его было прозвище невыносимый и вот сам вот этот роман лакопин он тоже был в чем-то невыносимый он смог конечно выстроить военную карьеру во флоте морском потом поднялся до полководца и получилось так что он это вначале константин багренаредный он был совсем маленький вроде бы император но там настолько маленький еще ребенок подрастал и при нем вот всякие выдвигались вперед ну то проходимцы то там дельцы какие-то и роман лакопин женит на нем свою собственную дочь то есть юный император становится его зятем и после этого этот роман лакопин что он делает он продвигает в соправители трех своих сыновей и самого себя а законный юный император константин багренародный он становится вообще там пятом по счету получается то что этот всех своих продвинул и заодно поэтому он и пытался укрепить себя вот он действительно мог предложить ольге вступить в брак вот при нем действительно могло состояться крещение потому что некоторые западные источники они говорят что вот именно при романе императоре ольга была крещена в константинополе а когда она приезжала к императору константину багренародному то с ней уже был священник то есть как бы богослужение уже совершаются она исповедуется причащается то есть она уже крещеная христианка вот она уже насчет романа лакопина просто немножко скажем что потом его свергли его собственные дети сослали его на один остров монастырь а потом константин багренародный когда уже вот окреп он их тоже не спровергает и отсылает к их отцу и отец встречает их со злой ухмылкой что вот вы меня сослали в монастырь и теперь сами в монастыре но во всяком случае законным стал вот этот император константин багренародный которому потом и приезжает ольга и вот оказывает прием и надо сказать что имя ей дали в крещение елена а елена именно в честь мамы императора константина великого святой елена равнопостольной и тут вот прям ну какое-то тоже чудесное такое промыслительное действие потому что получается так что те кто ее крестили в константинополе они как бы прозревали что она будет ну конечно надеялись что она именно мамы просветители но святослав не стал константином великий а вот внук владимир креститель руси он стал как константин великий и и вот это вот наименование в честь елены она соотносила ее в статусе в духовном смысле именно с мамы константина великого сохранились описание приема княгини ольги со стороны византийского императора константина багрянародного потому что тот вел описание церемониалов церемонии при дворе и дважды он удостоил аудиенции княгиню ольгу чего не все сподоблялись но в общем конечно же на при отношении были в каком-то смысле напряженные потому что император преследовал свои политические цели и ольги не всегда и не во всем удавалось достичь каких-то вот привилегий исключительно для своей родины это отражают летописи того времени но в этот ли приезд и при константине ли багрянародным она приняла крещение или чуть раньше при другом императоре это уже к сожалению покоится вот в веках известно точно что согласно источникам она крещена была именно в константинополе и на руси она строит храмы она начинает каменные вообще зодчество дворец различные строения она еще до князя владимира начинает заниматься благотворительностью изыскивая неимущих страждущих людей и оказывая им огромную поддержку ольга сменяет вообще сам характер действия вообще функционирование государственной системы если вот можно говорить вообще о государстве в то время и вместо различных воин вместо набегов каких-то вот этих постоянных военных стычек она старается она старается перестроить на торгово-экономические отношения на дипломатические связи с другими государствами и сохранились вот некоторые тоже ее постановления что она установила по всей земле погосты и оброки ну что тут имелось ввиду то есть она вводит некую систему взымания дани налогов в определенное время в определенные сроки и по определенным местам а погосты это были такие вот ну как бы центры представительства княжеской власти такие крупные селения где велась торговля где совершался обмен именно на погостах собиралась дань и вот именно на этих погостах стали тоже строиться первые храмы а там же и хоронили людей поэтому впоследствии наименование погостов закрепилась за уже местами где хоронят и где стоит православный храм когда повзрослел ее сын святослав то она совершенно спокойно отдает ему всю власть и это в общем-то не характерно для вообще для правителей если посмотреть вот мировую историю потому что обычно все держатся до последнего да стараются удержать власть в своих руках вплоть до собственной смерти а тут получается что ольга она искала совсем другого царства и вот это вот мирская земная власть ей было не настолько интересно потому что душой своей она стремилась к царству христову но получилось так что святослав он много воевал он постоянно был в походах он хотел перенести объединить славянские государства центр перенести в болгарию ходил на царьград и вот когда он все время в этих военных походах то делами опять приходилось заниматься святой княгине ольги и в это время она как раз и воспитывала своих внуков и подрастал владимир на момент смерти ольги ему было около девяти лет и он много что воспринял от нее вообще ее уважали и уважал ее собственный сын святослав который оставался язычником ее уважали те кто не разделяли ее христианских убеждений но безупречный образ ее жизни он производил неизгладимые впечатления даже не принимая христианскую веру эти язычники и подданы они ее все равно продолжали любить и уважать и вот когда не было святослава то в девятьсот шестьдесят восьмом году киев был осажден печенегами ольга затворившись вот держала вот эту вот осаду сколько-то месяцев прошло удалось выстоять сын святослав смог вернуться смог освободить город от осаждавших печенегов и после этого он хотел было вновь отправляться в походы но ольга она сказала так что вот дождись уже моей смерти после этого ты можешь отправляться куда хочешь ну и действительно достаточно быстро через сколько-то дней она рассталась с миром земным и ольга она завещала не хоронить ее по языческому обычаю не праздновать тризны не проливать ничьей крови не услаждать свои греховные страсти а похоронить ее по христианскому обычаю и сын хоть и язычник тоже прислушался она была отпета православным священником и впоследствии внук ее князь владимир когда построил десятинную церковь это церковь в Киеве который уделял от десятой части своих доходов сам князь владимир то есть это был главный храм русской православной церкви того времени и вот князь владимир он переносит мощи святой ольги именно в десятинный храм там они были положены причем при обретении мощей ее оказалось что тело нетленно и потом описываются различные чудеса которые происходили в храме от ее святых мощей а положено оно было в такую каменную гробницу и там окошко через которое можно было видеть ее нетленные мощи и некоторые кто-то видел сияние благодатное а кто-то получал исцеление и особенно прозревали слепые вот такое интересное чудо что если у кого-то проблемы со зрением то молитесь тоже святой Ольге ну конечно же основное это духовное прозрение потому что во первых она сама прозрела духовно и увидела какой путь нужно избрать Руси что нужно принять именно христианскую веру и это откроет совершенно новые и духовные просторы да и социально-политические просторы и так и получилось то есть она в каком-то смысле как бы прозревает как прозорливая старица прозревает дальнейшие судьбы своей родины и вот князь Владимир именно это от нее воспринимает летописец называет ее зарей предвещающей восход солнца вот как в начале на востоке появляется алая заря а после этого восходит уже сияющие солнце вот так Ольга она и стала этой зарей зарей христовой евангельской веры впоследствии именно при Владимире уже стало восходить вот это вот солнце света евангелия и за эту зарю мы и должны быть святой Ольге бессмерно благодарны а сама же она почитается как равнопостольная а равнопостольные это святые прославившись подвигом просвещения целых народов святая равнопостольная Ольга моли Бога о нас внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео урон лампостольная лет в в Продолжение следует...